Противовоспалительное действие фиолетового картофеля. Из недавнего обзора о диете и воспалении доктора Лео Галланда, который, когда я был ребёнком, фактически был моим доктором. В последнее время воспаление стало важным аспектом развития возрастных нарушений и основных хронических заболеваний в индустриальных обществах – болезни сердца, диабета, болезни Альцгеймера, рака. И у нас сейчас есть маркеры воспаления, такие как сериактивный белок, которые легко измерить и дают представление о том, сколько воспаления в нашем организме, что является прогностическим фактором развития некоторых из этих заболеваний. Мы знаем, что растительная пища в целом оказывает противовоспалительное действие, особенно фрукты и овощи, но не все растительные продукты. Согласно обзору, за 2010 год оливковое масло первого отжима уменьшает маркеры воспаления по сравнению с кукурузным маслом или непироговым маслом. Помогает томатный сок, а сырые помидоры нет. Грецкие орехи, красное вино и льняная мука работают, чесночный порошок нет. Смешанные данные о чае, но черешня, кажется, уменьшает воспаление. С тех пор было несколько новых исследований, чтобы добавить к этому списку. Один показывает, что те, кто ест только 4 порции бобовых в неделю, чечевица, нут, горох, фасоль, понижают уровень сиреактивного белка на 40% за 2 месяца. А потом, видимо, первое в истории исследование, посвященное влиянию потребления картофеля на окисление и воспаление в теле человека. И не просто картошка, там есть все виды новых сортов. Однако сначала они посмотрели на обычный картофель, белый, красновато-коричневый. Один тушёный картофель в день в течение 6 недель. Воспаление, измеряемое уровнем сиреактивного белка в крови, имеет тенденцию к увеличению. Затем картофель с жёлтой мякотью стал немного лучше. Но ни один из них существенно не отличался от исходного уровня. Только фиолетовый картофель с фиолетовой мякотью значительно уменьшил воспаление. Такая же информация была обнаружена и по отношению к окислению. В этом исследовании, проведённом в 2012 году, в течение нескольких часов после употребления, фиолетовый картофель усиливал антиоксидантную способность кровотока, тогда как крахмал белого картофеля, по-видимому, оказывал прооксидантное действие. И фиолетовый картофель также помог снизить кровяное давление у людей с гипертонией. Они давали людям по 6-8 маленьких, запечённых в микроволновке фиолетовых картофелин в день. И пришли к выводу, что фиолетовый картофель является эффективным гипотензивным средством и снижает риск сердечных заболеваний и инсульта у гипертоников без увеличения веса. В сочетании с уменьшением воспаления и повреждения ДНК, пурпурный картофель предлагает потребителям улучшенный питательный выбор при потреблении.